Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки! Я, конечно, не интересовался, но почему-то уверен, что вам нравится это мое искреннее, доброе и оптимистичное приветствие. Ведь я от всей души, как будто настиж окна открываю перед вами, навстречу солнечному утру произношу это приветствие. А вот некоторые несознательные товарищи критикуют меня за то, что я всегда вначале говорю «доброе утро», а сам размещаю свои посты и днем, и по вечерам, и даже ночью. На что я вынужден сказать этим дремучим индивидам, что у нас в нашей великой России 10 часовых поясов от Калининграда до Камчатки, поэтому у нас всегда где-то утро, а на северах, так там вообще солнце по полгода не заходит, там вечное утро, плавно переходящее в день и перетекающее назад в утро. То бишь широка страна моя родная. И подписчики у нас есть и на Камчатке, и в Калининграде, и на северах, и на югах, и вообще в любом регионе России. Так что с добрым утром тех, кто уже проснулся. И в продолжении этой темы я хочу поговорить о том, что мы с вами порой не понимаем, то ли утро уже, то ли ночь, то ли день, то ли вечер еще не закончился. И зачастую не можем даже предположить, что же дальше будет происходить с нашими отчаянными организмами, и с нашими сорвиголовами, с такими-то успехами. Более того, мы зачастую понятия не имеем, где же мы окажемся в очередном забеге или залете, куда нас наши ноги или крылья занесут. Поэтому сегодняшнее стихотворение я так и назвал. Не угадать, куда мы попадем. Мы любим крайности, пока наш организм не постарел. И с жадностью мы поглощаем все, что доставляет кайф. Затем с утра за голову, держась, покаяться хотим на обохмел. А вечером, о сожалениях позабыв, опять включаем драйв. И так всю жизнь, из рая в ад, из ада в рай. Когда же кончится вся эта карусель? Когда закончится этот шалтай-болтай? Неужто только там, где точно будем все? Вот там, надеюсь, нам болтаться не дадут. Там по заслугам всех конкретно разместят. Ведь мы прокладываем точно свой маршрут. Кто-то всей жизнью прямо в рай, а кто-то в ад. Но, правда, много осторожных среди нас. Боятся даже жить, не то чтобы грешить. Сидят и тихо ждут, когда наступит райский час. Но и в аду умеют ждать тех, кто боится жить. Все же, уверен каждый, он прекрасный, добрый, щедрый человек. А зло хоть и творил, но поваленьку, втихаря. И был тому не рад. Поэтому надеется, что жизнь в раю он заслужил на вечный век. Но почему-то думается мне, что большинство из нас там ожидает ад. Самим себя нам трудно оценить. Так хороши наши дела или плохи? Не знаем, к ангелам мы попадем в сады или к чертям в котел. Вот взять меня, ну как могу я угадать? Пишу для рая я стихи или упорно и настойчиво для ада я играю в рок-н-ролл? На сегодня все. Жду ваших предположений. Так для чего все-таки, по вашему мнению, я пишу стихи и сочиняю рок-н-роллы? Со стороны говорят намного виднее. Уверен, что вы мне подскажете. Особенно хейтеры. Те лучше меня знают, что и как я должен делать и чем в жизни заниматься. Так что всем пока. До скорых встреч в эфире. С уважением, ваш Волощук СД. О существенном и важном, существенном и важном. Позабыв о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенном и важно. Доктор Волощук СД. СД.